Здесь два, то есть тут тут раз-два. Раз-два. Очень сложно. Да как он это делает? В группе ВКонтакте проходит розыгрыш на 5000 рублей. Глянь, здесь есть как бы 4 вида, 4 высоты пола. А вы знали, что есть 4 вида пола высоты на Мираже? Световую гранату. Флешку. Всё, ребята, смотрите до конца. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайвер Банана. И это видео просто пушка. Я хотел тебе рассказать о нескольких фишках из Counter-Strike. Но меня несколько человек опередили. В итоге, всё увидите в этом видео. Минуточка спонсора. И начинаем. Залетаем на сайт hellstore.net. Сегодня мы покатаем в coin flip. Что такое coin flip? Это подбрось монетку и испытай свою удачу. Шансы примерно всегда равны. 50 на 50. Но давайте выберем оппонента, и я покажу, как это всё выглядит. Поехали. Три, два, один. Монетка, лети, родная. Давай, оранжевый. Давай, давай, давай. Хорош, забрал. Ну и про тебя я также не забыл. Залетай на сайт hellstore.net. Води промокод Сайвер Банана и забирай свои 60 центов. И испытай свою удачу на сайте. Я уверен, тебе повезёт. Ссылочки в описании. Хайо на связи. Знакомьтесь, это первый пациент, который нам рассказывает не как делать раскидки, а о том, что он выпустил новый трек. По ссылочке, как бы послушайте его на всех цифровых площадках. Как бы там, выбирайте любую свою. И просто, как бы, радуйте жизнью. Потому что этот трек есть на всех площадках. Второй площадке, да, как бы, вот так вот. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь. Все мы в душе музыканты. Но давай посмотрим, что он предлагает в виде фишки. Это очень крутой смог. Когда вы, допустим, остаётесь либо один на один, либо два на два. Запомните, пацаны, один на один, либо два на два. Очень важно. И вы, допустим, знаете то, что ваш противник находится вот тут вот. Он бежит по длине на шорт. По длине на шорт. И он будет пробегать либо вот сюда, либо он будет спрыгивать вот сюда вот и бежать уже вот на А. Вот на А. Вам же нужно что-то принимать. Мне кажется, он уже что-то принял. Какие-то действия, а вы находитесь на планту А. Для этого вы просто быстренько бежите вот к этой вот будке. Встаёте вот сюда вот в угол. И вы нацеливаетесь вот на вот эту вот дощечку. Вот на её вот на вот эту вот... Часть на её вот это вот ребро, как бы. И просто кидайте, пока летит наш дым. Вы аккуратненько кидайте вот так вот. Правой кнопкой мыши прикидайте световую гранату, флешку. Всё, ребята, смотрите до конца, дальше комментарий свои оставлю. И просто нацеливаетесь вот на вот, видите, вот тут вот такой есть кирпичик. Вот просто по центру этого кирпичика, просто немножко так вот нацеливаемся. И когда смог начинает рассеиваться понемножку, вы просто стреляете. То есть надо дождаться, когда смог рассеивается? Вот такое положение прицела вы тут, опять же, вот так вот упираетесь. Я забыл об этом показать. Конечно, конечно. Как же ты это упустил? Вот между мусоркой и вот этой вот... Просто вот сюда. И у вас прицел вот на уровне глаз примерно. Глаз? Может на уровне шеи? У вас прицел на уровне шеи примерно, и это очень хорошо. Если вы хотите смотреть на шорт, то здесь, в принципе, вот по вот этой вот вы смотрите, по вот этому также кирпичику. В принципе, запомните то, что через два, то есть тут тут раз-два. Раз-два. Да-да, кирпичи тут раз-два. А, понятно. Эти вот кирпичи просто посерединке. И просто стреляйте, очень хороший совет. Пользовался им пару раз. В принципе, очень круто. Пользуйтесь. Ну что, ребят, лайкусик обязательно за такую фишку, давай её проверим. Окей, летим. Смочочек вот сюда вот. Флешечку вот туда вот. Правильно? Всё. Делаем, как он сказал. Программ сюда и целимся там. Раз кирпичик, два кирпичика. Вот сюда. Вопрос. Зачем? Если ты остаёшься один на один, как он сказал, и парень бежит по лангу на шорт, он увидит этот смок, он увидит эту флешку и двинется, естественно, на бэплент, постановка бомбы. И всё. И ты вне в хорошей позиции, скорее всего, раунд проигрываешь полностью. Даже если два на два, ситуация абсолютно такая же. Парень либо же движется на бэ, либо дожидается типа, который пойдёт с пита, пойдёт с апсов, увидит тебя вот здесь вот сидящего на музорке, на бутылочке. И всё. Забирает тебя. Опять же, постановка бомбы. Два в одного выбивания не в твою пользу. Это не работает, дружище. Зачем ты говоришь такую ерунду? Не хочу отпускать этого парня. Там он на следующие шесть минут рассказывал, как нужно запушить апсы. Точнее, паласы, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Итак, он рассказывал, как нужно брать М-ку, как нужно через контур запрыгнуть, через какую-то ступеньку и так далее. Но он не понимал одного. И он доказывал, что это лучшее решение. На самом деле, террористы намного раньше приходят в паласы, нежели КТ. На целую одну секунду. Со все мои игры на Мираже. Интересно, сколько у него там этих игр? А я наиграл много игр на Мираже. Когда я хочу, допустим, быть защитником А, и быстро пройти в апартаменты на А. Все вы, наверное, знаете. Просто бежите вот по этой левой линии. Здесь есть как бы четыре вида, четыре высоты пола. А вы знали, что есть четыре вида пола высоты на Мираже? То есть самая низкая, высокая. То есть вторая, третья и четвёртая. Вы бежите по первой. Можно по второй, по третьей. Но удобнее всего бежать по первой. Но это как на стадионе. По самой левой легче всего бежать. Просто прыгайте с зажатым контролом. И после этих слов его переклинило. То есть если без зажатого контрола, то сейчас показалось, что будет вы. Нет, да, прыгните вы. Здесь вот, конечно, застряните вот тут вот как-то, но контролом запрыгиваете. Запрыгиваете вы вот на вот это вот деревяшка или что это такое, жилетка какая-то. Когда же его отпустила эта железная штука, он продолжит рассказывать про фишку. Вот вы просто бежите с респа, видите, вот этот пол. Просто прыгите с зажатым контролом, сюда с зажатым контролом, вот так вот. И выходите. В принципе, даете хедшот. Вообще лучше всего использую тему. Ну и напомню, что он никогда не успеет попасть в апсы быстрее террориста. Потому что террорист по таймингам всегда будет первый. И, кстати, где-то я видел видос сравнения именно таймингов. Кстати, вот он. Давайте наглядно посмотрим, как происходит это противостояние. Есть время у вас на экране. И также движение игроков. И, как мы видим, постоянно террорист будет впереди. Итак, несколько ништяков для тебя. Первое это в группе ВКонтакте проходит розыгрыш на 5000 рублей. Первая ссылочка в описании. Участвуй. Также, если ты хочешь еще две соточки с этого видео получить, нужно подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и одному другу показать этот ролик. И все. В следующем видео вот здесь будет твое имя. А с прошлого ролика вот этот парень забрал денежки. Ну а теперь фишка Века. Также не стоит забывать, что вы с легкостью можете передвигаться с шарта в окно. И наоборот. Кто ты такой, если не знаешь этот лайфхак? Я тоже решил попробовать этот лайфхак, потому что мне кажется, здесь что-то очень сложно. Да как он это делает? Фу, пацаны, спустя несколько часов я все-таки смог запрыгнуть в окно. Это реально сложно. Надеюсь, вы кто-нибудь тоже попробуете это сделать. Ну давайте посмотрим последнего пациента, что же он нам предлагает. Итак, первый лайфхак нам поможет в том случае, если вы играете за террористов и вам нужно с тетриса откинуть смог на дефолт. У меня удал вопрос, зачем? Для этого мы целимся по этому пятну и немного проходя кидаем смог. И он ложится идеально под плент вашего тиммейта на дефолт. И теперь, когда ваш друг будет плентить, его сити никто никогда не убьет. Переходим дальше. Как он в конце говорит, переходим дальше. Звучит прикольно. Он, кстати, там постоянно говорит. Наверное, ты подумал, что здесь что-то годное. На самом деле, это полная брехня. Первое. Смог кидается намного проще. К примеру, вот целишься вот по вот той штучке и попадаешь. Смог прилетает абсолютно туда же. Во-вторых. Если ты будешь прыгать точно так же, как он сказал, то есть вот это движение вперед, хлоп, ты открываешься по сигарету, под сити, также под много-много других позиций. Тебя убьют просто-напросто. Ну и самое вкусное напоследок, как он сказал, что никогда в жизни не попадешь по бомбе и бомбы поставятся. До свидания. Ну что, дружище, понравился ролик? Я думаю, что да. Влепи лайкусик и напиши в комментариях «Хочу продолжение лайфхакеров». Я буду это знать, и мы с тобой найдем много чего интересного. Кстати, посмотри вот этот годный ролик и участвуй в конкурсе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok